Здравствуйте дорогие друзья! С вами Светлана Морозова и вы на моем канале Акелопаха Томская. Я с вами сейчас делаю слойки с яблоками. Для этого нам понадобится слоеное тесто, у меня дрожжевое, вы можете взять бездрожжевое. Яйцо одно взбила. И 4 яблока небольших я разрезала кубиками, вот небольшими кубиками. На сливочном масле с сахаром и корицей я обжариваю на сковородке. Но яблоки выделили сок, поэтому я сейчас крахмал веду, чтобы он потом не выливался. Крахмал у меня кукурузный, но на самом деле можно любой. Сразу же видно, что вся жидкость куда-то подобралась после того, как крахмал вела. Думала, что я снимала, вот слепила один. Сейчас второй буду лепить, тогда уж, раз не снимала. Вот, накладываем начиночку. Аккуратненько стараемся. Хочется, чтобы было побольше начинки. Ну и не хочется, чтобы она потом вываливалась, чтобы разлеплялась. Ну, вот так нормально. Накрываем. Придавливаем. И вилочкой. Так, чпок, 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 чпок. Такая красота. Быстренько. Хоп-хоп. Все. И на противень. Вот у меня противень маленький, к сожалению. Не знаю, получится ли у меня четыре хотя бы положить. Ну вот, как получилось, так получилось. Немножко... Ничего страшного, я думаю. Сейчас я смажу взбитым яйцом. Чуть-чуть. И в духовку. Ну вот, я смазала яйцом. Сейчас поставлю в духовку на 180 градусов на 25 минут. Все, ребят, слойки готовы. Сейчас буду вытаскивать. Ну, как видите, не боги горшки обжигают. Вот я первый раз в жизни их делаю. Честное слово. Ну вот, смотрите, какие симпатичные слойки получились. А сейчас я следующий лист сделаю. Разрезаем этот сочин, или как он называется, на четыре части. И у каждой части надо еще сделать надрезы. Сейчас посмотрю, как я буду так накладывать, или так накладывать. Наверное, так буду накладывать. Значит, надрезы буду делать здесь. Вот. Так, раз, раз, раз. Не дорезая до конца, сантиметр примерно. Прорезаем. Удобный такой ножичек. Мы его недавно купили. Я первый раз его сегодня испытываю. Ну вот, нарезала я этих полосочек. И сейчас буду выкладывать начинку. Ну, а как я выкладывала начинку, вы видели уже. Можно одной ложкой, можно помогать себе второй ложкой. Не суть важна. Ну, вот я чувствую, что у меня не хватит начинки из жареных, как бы, яблок. Придется из сырых делать. Я такую тоже видела в интернете. будет две слойки с сырыми яблоками. Вот видите, как получается. Получается, что доверять рецепту нельзя. Это хорошо, что у меня были еще яблоки. А то куда бы я делала эти два кусочка? Замораживала бы опять. А я их уже нарезала, да? А так я взяла яблочко два еще. Еще порезала. И вот. Я их не обжарила, так сырые прямо. Вот сравню потом, какие вкуснее обжаренные или не обжаренные. Здесь нет никакого крахмала, ничего. Только яблоки, корица и чайная ложка сахара. Вот так мне удалось их расположить. Четыре штуки. По весь противень. Может, надо было помельче их делать. Ну, в общем-то, нормально. Ну, вот, намазала я их яйцом. Друзья, а скажите мне, куда вы деваете яйцо, которое у вас остается после этой процедуры? Я откошкам отдам. А вы куда деваете? Ну, вот, друзья, смотрите, что получилось. У меня получилось восемь, но два из них я попробовала. Мне же надо было узнать, какой вкуснее с поджаренными яблоками или с сырыми яблоками. Ну, и пришла я к выводу, что и то, и другое вкусно. Ну, просто если вы хотите сэкономить масло, или вот, допустим, пост нельзя масло есть, или его просто нет, то и ничего страшного. Просто яблоки, сахар, корица, всё. Тогда и никакого крахмала не надо будет. Ну, и жарить не надо, электроэнергию сэкономите. Ну, вообще классно, ребята. они хорошие, мягенькие такие, всё. Ну, единственное, что вот тут выглядит как будто подгоревшие. Ну, это не так. Ну, можете сделать не 25 минут, а 22, допустим. 23. Да, даже 20, может быть, даже достаточно будет уже. Ну, в общем, оба варианта мне понравились. Ну, а кому понравилось моё видео, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, можете друзьям отправить. Буду вам очень благодарна. Всего вам доброго, здоровья, друзья вам, мира и счастья. Продолжение следует.